Посмотрите, понабляйте, что там движение. Отблиц был вот здесь вот слева, вот между ряда деревьев прямо. От тебя где-то на 11 часов. Вот там далеко за станицы. А далеко вообще? Справа. Перемирие? Да, да, это их перемирие. Это их режим тишины. Позиции ополченцев накрывают минометы. Совсем близко подошел неприятельский бронетранспортер. Его встречают противотанковыми ружьями времен Второй мировой. Это спасибо деду за победу, как говорят. Деду нам оставили такое оружие безотказное. Правда, возраст дает знать. Иногда после каждого выстрела гильзу приходится шумполом выталкивать. В условиях боя это почти подвиг. Там у них есть заготовленная позиция для снайпера, поэтому по ней пока отработаем. Открываем рот. Огонь. Бои в Луганской республике идут по всей линии фронта. Это, блин, попахнет. Так работают. Их не надо. Но блок фоссы их. Вот так прямо, смотрите. Работает. У нас там подразделение стоит. Вахмутки. Вот они по ним сейчас работают. Здесь не дня без обстрелов и без потерь. Даже Новый год спокойно встретить не получилось. Выехало два БТРа и начали кататься и отстреливать наши позиции. У них стоит АГС. Пацану мы стояли в окопе. Один подходил к нам. Ему попадают под ноги. Перебивают одну ногу полностью. Кости повылетали. А вторую сильно посекло. Жгуты наложили, до Луганской не довезли. Скончался память. Так Новый год отметили. Это 2-го числа, да. А машину побило немножко. Повыбивало и полетело. На поле появляется группа ополченцев. Меняют позиции. Их замечает неприятельский наводчик. Остасались! Видно, как черный силуэт мины пронзает морозный воздух и падает перед идущими бойцами. Перемирие в Луганской республике закончилось после лобовой атаки на блокпост ополченцев, который находится вон у того моста перед станицей Луганская. Бой длился почти 8 часов, но никто дальше моста так и не прошел. Гранатометчики продолжают обрабатывать кусты вдоль донца. Там залегли снайперы. Внимание, снайпер! Ориентир дерево! Хорош, хорош, хорош! С высокого берега, где держат позиции ополченцы, прекрасный обзор на ту сторону. Каждый метр хорошо укреплен, каждый куст простреливается. Нападение кажется самоубийством. И они хотели на гражданских машинах проехать незамеченными, потому что если бы военная техника, она сразу бы вызвала подозрения, и, соответственно, остановили бы их. Проехать как можно ближе к блокпосту, чтобы произвести нападение, уничтожить блокпост. После боя нападавшие забрали раненых и погибших. Два джипа с польскими номерами бросили. Знак, который на стекле. Это и есть в Польской республике. То есть что, получается, они как на шафари приезжают сюда? Ну, наверное, приезжают на шафари, отстреливать. А может, просто наемники. Лейба на стекле. Вот она. И номер. Совпадает. Когда велись боевые действия, и была маленькая затища, я крикнул. Доемщик, бенжищились. Оттуда послышался. Тыцополяк. А что вы его спросили? Сдавайтесь. Будем стрелять. И его будем стрелять. Ну, это был ответ. Заматомана Луганского казачьего округа раньше служил спасателем в 9-1-1. В августе здесь же, у станицы Луганская, получил тяжелое ранение. Три месяца госпиталей. Достает простреленный украинский паспорт. Говорит, что спас ему жизнь. В нем пуля застряла. Вот так. 100 метров от автомата Калашникова. Паспорт с трезубцем прикрыл казаку сердце, которое было уже давно не с Украиной. Субтитры создавал DimaTorzok